Каждый дом Кто придумал сказки? И кто живет в мамином шкафчике? Все к столу! Всем привет! Это снова программа «Муж на кухне», передача, в которой мы всегда готовим простые, доступные, а главное, очень вкусные блюда. Друзья, через пару дней уже во многих семьях, дети пойдут в школу, и, как вы уже догадались, мы продолжим тему прошлой передачи, то есть детское питание в стенах школы, то есть что мы можем им предложить с собой. Вообще, вы знаете, детям, мне кажется, ну, по крайней мере, до 12 лет, нужно все-таки потакать в еде, давать им то, что они любят, да, разумеется, это и пицца, это и гамбургеры, и прочее какое-то такое питание, веселое, так скажем, и очень вкусное, но с тем лишь исключением, что нужно все-таки как-то модернизировать, наверное, эти рецепты, как-то их видоизменять, и маскировать в них какие-то полезные продукты, ну и плюс учитывать, конечно же, то, что нашим детям нужно много энергии, они много двигаются, и чтобы был перекус коротким, потому что времени мало, но и эффективным. Я сегодня предлагаю сделать гамбургеры. Мы, между прочим, не раз уже в нашей передаче затрагивали эту тему, тему фастфуда, как его сделать полезным. Сегодня мы будем делать гамбургеры, но я не могу сказать, что это прям полезные какие-то, но, по крайней мере, ребенку в школе такой гамбургер даст за один раз очень много энергии, и он хорошо насытится, потому что гамбургеры мы будем делать с вами из заварного теста, то есть сама булочка, сама булочка у нас будет заварная, ну а котлета, которая должна быть внутри, она, конечно же, будет, котлета будет куриной. Итак, по порядку, мы начнем с заварного теста. Думаю, всем будет интересно, как это делать, потому что рецепт этот очень такой универсальный, из заварного теста можно сделать как сладкие блюда, профитроли, можно сделать сырные булочки, можно фаршировать их паштетом и вообще всем, чем угодно, ну и в сегодняшнем случае, как я уже говорил, гамбургер. Итак, для заварного теста нам потребуется стакан воды, пропорции, кстати, элементарные, масло сливочное, на стакан воды и сливочного масла нужно будет 100 грамм. Это приблизительно пол пачки, чуть-чуть больше половины пачки, потому что пачки, как масло, как правило, фасуются в 180 грамм. И вот таким образом мы добавили масло. Включаем плиту на максимум, сейчас нам нужно довести масло с водой, кстати, добавим немножко соли, чтобы соленоватая была у нас жидкость. Доводим до кипения, и как только все это дело у нас закипит, мы будем добавлять муку. Что касается муки, друзья, ну, сейчас наступают, так скажем, невеселые времена, продукты дорожают, приходится экономить. Но знаете, что мне кажется? Что все-таки, покупая более дешевые продукты, нужно выбирать те, которые качеством ничуть не ниже, чем их дорогостоящие аналоги. Поэтому я сегодня буду использовать муку высшего сорта «Олейка». Ну, во-первых, для заварного теста использовать плохую муку не получится, а во-вторых, мука «Олейка» производится только по ГОСТу. Качество муки «Олейка» подтверждено медалью международного конкурса «Экологически безопасная продукция и 100 лучших товаров России». А все почему? Да потому что чистый воздух, вода и благодатная земля Алтая позволяют выращивать продукцию высокого качества по доступной цене. Итак, муки нам потребуется тоже стакан, запомнили, стакан воды, стакан муки, 100 грамм масла и щепотка соли, больше ничего не требуется. Сейчас мы ждем, когда у нас здесь все закипит, как вы уже видите, начинается процесс. Нужно, чтобы масло полностью растворилось. Дожидаемся, когда кипение станет бурным. Итак, вот оно равномерно закипело и резким движением высыпаем всю муку и начинаем заваривать, вымешивать. Тесто сразу же можно снимать с плиты. Сейчас главное не останавливаться. Плиту можно отключить. И хорошо-хорошо вымешивать до тех пор, пока тесто заварное. Ну, во-первых, мука вся не растворится, во-вторых, пока тесто не начнет отступать от стенок ковшика. Вот вы видите, что оно уже не прилипает. Это значит, у нас очень правильное соотношение продуктов, правильное качество продуктов и правильная консистенция теста. Пока мы тесто замешиваем, оно должно у нас остыть до температуры такой, чтобы терпела рука. Если рука терпит, значит, можно вводить яйца, потому что яйца тогда тоже терпят. А если вы будете добавлять яйца в горячий тесто, соответственно, они начнут там свариваться. А это уже значит, что наше тесто пойдет на выброс. Поэтому здесь будьте внимательны, это очень важный момент. Смотрите, какое получается красивое, эластичное, податливое тесто. Итак, я проверяю пальцем, что тесто у меня достаточно охладилось. Теперь я буду вводить яйца. Друзья, нам потребуется 4 яйца. Еще раз напоминаю, стакан воды, стакан муки, 100 грамм масла, чуть-чуть соли и 4 яйца, ни больше, ни меньше. И самое главное, друзья, что яйца нужно вводить по одному. Это очень важно. Если вы бухнете сразу все 4, есть вероятность, что тесто у вас не получится, потому что вы замучаетесь его перемешивать. А так по одному тщательно, вот так его вмешивая в массу, оно будет, конечно, сопротивляться, потому что консистенции разные, тесто плотное. И это, наверное, самое трудное в приготовлении профитроли, это введение яиц. Но все-таки рано или поздно все это соединяется. Вот постепенно вновь тесто соединяется, да? Видите? Мы побеждаем. Наше дело правое. А это значит, что пора вводить второе яйцо. И делаем то же самое. Итак, вновь тесто соединилось. Пошло третье яйцо. С каждым разом яйцо вводить все легче и легче, проще. Потому что консистенция теста становится более такая податливая. Тесто у меня получается уже такое совсем податливое. Настало время для последнего, четвертого яйца. И теперь уже доводим до финала. Заварное тесто. И вот такой консистенции должно у вас оно получиться. Слегка такое жидковатое, но все-таки вот такое оно тягучее. И очень нежное. Мне нравится. Оно прям такое, смотрите, прям лосница приятная. И из них у нас должны получиться пышные такие булочки. Выражаясь кулинарным языком, профитроли. Кстати сказать, если сюда в массу теста добавить тертый сыр, натереть на мелкой терочке, допустим, пармезан у вас кусочек остался в холодильнике, который уже там пожелтел, весь скукожился. Вот его сюда добавить. Так же, как я дальше буду делать, мешочек отсадить на противень, у вас получатся прекраснейшие сырные булочки. Ну, собственно, именно так они и делаются. Но мы делаем немножко другую у нас, другая история чуть-чуть сегодня. Итак, тесто готово. Вот оно, однородное, эластичное. Дальше что мы делаем? Силиконовый коврик от компании Таппова. Его не нужно смазывать маслом. Я просто стряхнул, точнее, я намочил водой, стряхнул. И на него буду отсаживать булочки с помощью вот такого вот кулинарного мешка. Наполняем. И поехали отсаживать булочки. Примерно вот такого размера подальше их друг от друга отсаживать, потому что они увеличатся в размере. Духовку температура 200 градусов. Самое главное, друзья, ни в коем случае не открывать в течение 25-30 минут. Они должны увеличиться, стать такими очень и очень пышными. Зачем они такие? Я вам расскажу дальше, после рекламы. Друзья, как прекрасно, что вы дождались второй части нашей книги. Напомню, что мы сегодня собираем детей в школу, в кулинарном, конечно, смысле. Готовим для них интересные заварные гамбургеры. Заварное тесто у нас уже булочки для гамбургеров, точнее, стоят в духовке при температуре 200 градусов. Они запекаются 25-30 минут они должны быть. Напоминаю, что ни в коем случае не открывайте духовку, иначе все пойдет на смарку. Ну и теперь речь пойдет о котлетах. Котлеты, как я говорил, у нас будут куриные. Мне достаточно вот такой вот одной куриной грудки. Я ее помельче порублю, чтобы потом измельчить. Но я, знаете, сторонник того, что для бургеров все-таки фарш не должен быть таким вот однородным, а должен быть рубленым. Поверьте, мне кажется, так вкуснее. Поэтому я вот такие мелкие, на более мелкие кусочки порублю, помещаю в измельчитель. Добавим, ну я думаю, что на одну грудку половина луковицы. Также ее поместим в измельчитель. Возьмем немножко зелени петрушки. Один зубчик чесночка. Одну помидорку. Для сочности. Вы знаете, что куриная грудка довольно-таки суховатая часть курицы. И еще один маленький секрет, друзья. Есть, ну я не знаю, наверное, такие условные что ли рефлексы, что фастфуд как-то одинаково пахнет. Знаете, чем он пахнет в основном? Когда вот особенно жарят бифтексы для бургеров. Пахнет, между прочим, вот такой вот зернистой горчицей. Я чуть-чуть, она, во-первых, не острая, она просто такая запашистая. Я буквально пол чайной ложечки добавлю зернистой горчицы. И разобью одно яичко, чтобы всю эту массу нам связать, чтобы это у меня потом все не расползлось. Конечно же, нужно посолить. Я всегда добавляю немножко сахара, буквально вот чайную ложечку, чуть-чуть. Ну и вроде все у нас ингредиенты. Закрываем и начинаем пробивать. Итак, смотрим. Вот у нас, смотрите, что получается. Курочка у нас измельчилась такими кусочками маленькими. Ну, назовем это чикинштекс. Перемешиваем вот такая у нас жидкая получается масса. И ее нужно загустить. Разумеется, мы это сделаем с помощью муки. И две столовые ложки муки. И давайте теперь представим себе, так скажем, боевую ситуацию, друзья. Что мы ребенка собираем, да. Это утро. Утром и так, в общем-то, дел полно. Что можно здесь сделать с практической точки зрения? Конечно же, булочки нужно, можно сделать с вечера. Они не пропадут, они даже станут еще лучше. Они станут хрустящими, подсохнут. Такой фарш мы сделали сейчас в реальном времени. На это ушло 10 минут. А на приготовление этих куриных котлеток у нас уйдет, друзья, ровно 4 минуты. Потому что мы будем использовать Браво Дилайт, оттапывая. Это вот такой контейнер, в который я помещаю будущие котлетки. И сейчас, внимание, я накрываю. И ставлю, что удивительно, в микроволновку, друзья, в Браво Дилайт все приготовится за 4 минуты. Делаю старт и поехали. Ну что ж, друзья, как раз у нас появилось время, чтобы прерваться на небольшую рекламу. Потом обязательно возвращайтесь, и мы, наконец-то, уже начнем отправлять детей в школу с хорошей и вкусной едой. Каждый дом полон тайн и секретов. Кто придумал сказки? И кто живет в мамином шкафчике? Все к столу! Друзья, прошу обратить внимание, какие у нас получились булочки. Вы помните, какие они были? И смотрите, как они хорошо поднялись. Но и посмотрите, как наши котлетки получились. Вот такие маленькие, замечательные. Кстати, вот в такой посуде, которая называется Браво Дилайт, омлет за 3-4 минуты легко, каждое утро, вообще без вашего участия в микроволновке. Это будет очень удобно. Но, тем не менее, давайте продолжим наш сегодняшний разговор. Это питание школьника. Вот мы берем заварные булочки, которые у нас получились. Возьмем ножик и разрежем поперек. Смотрите, они внутри такие полые, легкие, воздушные. Нижнюю часть мы смажем майонезом. Верхнюю часть мы смажем кетчупом. Это дети любят. И, в общем-то, в таких небольших количествах, я думаю, ничего плохого в этом нет. Кладем поперек котлетку. Соединяем. И вот такой бургер у нас получается. Смотрите, он очень легко вот так сдавливается. Его удобно кушать, да, потому что тесто заварное, очень легкое. Ну и могу сказать, что по питательным качествам это очень сытно. Потому что давайте вспомним, что у нас там в заварном тесте. Там много масла, там много яиц, да, мука. Ну и, собственно, сама куриная котлета очень питательная. В принципе, вот такой вот один бургер скушал. И, в принципе, чувствуешь себя молодцом. Можно дальше заниматься знаниями. Бегать на перемене, ходить на физкультуру. В общем, заниматься тем, чем наши дети занимаются в школе. Ну и, опять же, возвращаясь к практике, да, мы с вами понимаем, что если заранее булочки сделать, то это не займет много времени, чтобы ребенку к школе подготовить вот такой вот перекус. Конечно, это же не обед, потому что, как правило, наших детей в школе кормят. Ну, а вдруг? А вдруг музыкальная школа или еще какая? Вот я помещаю все это вот в такой симпатичный контейнер. Закрываю и отдаю ребенку с собой в школу. Но это еще не все, что я вам хотел сегодня показать. Сейчас о том, чем можно порадовать ребенка после школы. Вот представьте на секунду буквально, что вы заходите в кинотеатр, и на что вы, в первую очередь, обращаете свое внимание. Ну, я думаю, что не на яркие афишины какие-то, а на сумасшедший запах попкорна. И хочется купить себе стаканчик, а, в общем-то, кому и ведерко. И специально для молодых и продвинутых любителей десерта компания «Снежный городок» создала линейку «Мега Айс», в которую и входит вот это вот уникальное сочетание сливочного мороженого и натурального попкорна. А сверху вот это вот, смотрите, посыпано жареной хрустящей кукурузой. Очень рекомендую попробовать. Ну что ж, на сегодня, пожалуй, все. Если вы что-то не запомнили, то сегодня вечером на канале «Россия-24» наша передача обязательно повторится. Если вы хотите вспомнить или наверстать упущенные, посмотреть наши прошлые выпуски и посмотреть старые рецепты, то я вас приглашаю на сайт «Одноклассники». Там есть наша официальная группа, она так и называется «Муж на кухне». Присоединяйтесь там. Там, в принципе, очень много чего интересного. Там мы с вами общаемся, вы можете задавать свои вопросы. Так что, как говорится, добро пожаловать. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До следующей субботы. Пока. Каждый дом полон тайн и секретов. Кто придумал сказки? И кто живет в мамином шкафчике? Все к столу! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ